Ленинград Покупайте наш мерч Дорогие друзья На СПП Атоль СПП Атоль СПП Атоль СПП Атоль Да, короче, вы поняли СПП Атоль Вот такая песенка вспомнилась мне сегодня Здорово Здорово, Тоха Все Вам как громко свистишь Выполнили план на видео Можно, в принципе, дальше ничего не делать Свист минус Песня плюс Это самое, висит настроение плюс План выполнен Да, план выполнен Ну что, ребята, друзья, собрались Мы снова сегодня с Тохой Как всегда Смотрим Криминал Строго с водой Строго с черным кофе Черный кофе Я пью только черный кофе Без молока Как сердце Мне не нужно всего этого дела Понимаете Молочко сразу Вот ты кто? Ты школьник сразу Какой-то незрелый человек Не надо пить молоко Хочешь кофе пей, пей кофе Дело Скайлер Низ Или жестокое предательство Агата Кристина Кошмар Опять кошмар Ну как всегда По-другому быть не может Надоел уже Когда мы уже посмотрим Что-нибудь такое Знаешь Какой-нибудь там Смешариков Серию Каспера Там Анимашки Фриказоид Смотрел такой фриказоид? Помнишь так? Пинки Брейд Кстати я недавно посмотрел Ваши Твоя жизнь Вся пронизана Тайнами И Когда 16-летняя девушка Пропадает Почти все уверены Что она бежит От своих проблем Правильная мысль Скайлер Что мы можем сказать Да И товарищи все наши Да Курили Не работали Какой-то старший Не ну как Пример того Что от тебя ждет Америка Понимаешь Вот суть в том Что ты должен быть Скайлер Чтобы там Хорошо крутиться И на флейте играть должен И успевать В KFC работать Да И в школе учиться И еще красивый быть Понимаешь Вот я тебе так скажу Мне туда точно нельзя Вот я тебе скажу Ну давай Нужно учиться у лучших И вот чего Ну вот у американцев Действительно стоит поучиться Не вот какой-то абстрактной хуйни О которой говорят А вот есть одна вещь Которая реально стоит у американцев Поучиться Это что такое Вот американцы с самого детства Вот ты рождаешься Вот ты должен работать Если ты в Америке не работаешь Да ты можешь быть бездомным И жить спокойно В каком-нибудь Сакраменто Да Или в каком-нибудь Лос-Анджелесе Как бомж Ну понятно Но если ты хочешь нормально жить Тебе нужно работать Вот Америка Она про людей Которые готовы работать И вот въябывать И отличницей быть И хорошо выглядеть И ёпта на все занятия ходить И на работу не пропускать Всё подряд Я тебе тогда рекомендую посмотреть фильм Который развеивает все эти Так Это не грозишь на вот централа Посмотри Они там такие Чёрт Это нас не берут на работу Понимаешь Потому что её занимают белые люди Это потому что мы чёрные мужики Потому что мы в универе не учились Понимаешь Потому что мы без образования Блять Надо быть умным понимаешь Типа вот он со стволом сидит Пульками знания Он должен быть заряжен Они стоящими пульками То есть Нет, ты не прав Кстати, можно на пособие жить что-то Не, ну можно так Но ты будешь жить соответствующих на пособие В каком-то ебаном блять гетто Ну так они ещё грабят живы дополнительно Они же Ну вот ребята что Никто не будет То машину угонят То ограбят кого-нибудь слишком Ну знаешь, ещё вот хочу что сказать Вот конечно вот опять да 16-летняя девочка Штат Вирджима Да Учится Работает Всё хорошо Успевает Красавица блять Реально American Girl Самая настоящая Да, с American Dream блять Да, да А вот у меня столько Объебанов блять было за всю мою жизнь Моих корешей Да я сам такой Жизнь такая И вот с ними не вот Несчастье вот А вот с такими детьми происходит Несчастье А, ты к тому? Да, ну что вот у ебан какой-то у тебя есть кореш да Вот он растёт Вообще чего угодно делает И ты такой смотришь в 30 лет Наверное он вообще пиздец такой А он нормальный Ребёнок, дети Ребёнок, дети Хорошая машина Знаешь Как-то прокрутился Да, да А вот в этом-то и дело Что такие люди более приспособлены к жизни Чем те, которые, знаешь, ходят на все кружки мира блять И всему учатся Жизнь она там, за окном блять А не за партой Вот что в дело Стать адвокатом по уголовным делам Скайлор была единственным ребёнком Дэвида и Мэри Нис Мэри Нис работала ассистентом администраторов кардиологической лаборатории А Дэйв Нис был сборщиком продуктов Волмарт Скайлор выросла в атмосфере понимания и любви Была дружна со своими родителями Их отношения строились на доверии Скайлор была эмоциональным человеком Свои чувства Никита, я бы позвал посмотреть, как заебись живёт Скайлор Мне, конечно, неприятно, что люди живут лучше, чем мы в детстве Ну, слушай, а зачем мне это знать? А потому что, к сожалению, если бы всё было так просто, Тоха Этого выпуска бы не было Да, это была бурно с мимикой и жестами Часто веселила окружающих Смеялась звонко до слёз На любой случай у неё были забавные истории А шутки в её голове Рождались моментально У неё был самый милый смех И самая очаровательная улыбка Она всегда смеялась и шутила С самой обыкновенной бородой И с самым обыкновенным ниггером Я прошу прощения Я прошу простить мистера Столса Просто он никогда не видел ниггера верхов На ваконье Да ...отя Скайлар Кэрол Миша У Скайлар было много друзей Она очень легко их заводила У Скайлар был игривый, лёгкий характер И люди тянулись к ней Рассказывал Дэйв Низ в интервью Друзей было много, но она была очень предана каждому Скайлар ценила дружеские отношения Когда девочке было 8 лет, в летнем лагере она познакомилась с Шейлой Рэй Эдди Девочки очень сблизились за короткий промежуток времени Шейла — единственная дочь Тары и Грега Эдди Шейла родилась в Блэксвилле, штат Западная Виргиния Её родители развелись в 2000 году, когда её отец попал в автомобильную аварию В результате которой он получил черепно-мозговую травму и постоянную инвалидность Между домами Скайлар и Шейлы было почти 50 километров Такая вот случилась неприятность Мужчина и женщина такая Всё, до свидания До свидания Сам разбирайся там со своей инвалидностью Да Вот так вот Ну я тебе так скажу, мир, конечно, сложнее Конечно Вроде казалось бы, да Ну вот ты знаешь, как Мавроди сказал Ну Вот Мавроди сказал, что он когда сел, он сказал Начальнику тюрьмы Жене А Начальнику тюрьмы он сказал Не пускайте ко мне мою жену Почему? А И подал заявление на развод в первый же день Потому что типа он понимал, что вот эти 7 лет или 10 лет или хуй пойми сколько лет Да подожди ты что Я бы сказал, куда нахуй Мавроди там прикоп был, я думаю, где-нибудь Да Конечно, блядь Мавроди остался вообще с носом Чувак, умер он на остановке, блядь Пока автобус ждал Ну это мы так Это С другой стороны умер ли он вообще Да он на Маврике, блядь, уже давным-давно Со спичкой Конечно Они там криптою торгуют сейчас Сидят Умеют поддерживать дружбу на расстоянии Но девочкам это удавалось Они действительно будто приросли друг к другу Единственные дочери в семье Схожие даже внешне Стали будто сестрами На выходные они ездили в гости друг к другу Пассивное курение Происходит По будням они постоянно разговаривали по телефону и переписывались Ожидая следующих выходных Которые обязательно проведут вместе Не важно где, в кино или в пиццерии Рассматривая активные аккаунты Скайлера и Шейла в социальных сетях Можно заглянуть в их мир Как и большинство девочек-подростков Они делали бесчисленные фотографии вместе Делились личными шутками Вот можно в наш мир с тобой заглянуть, посмотрев на наш контент С куб, блядь, занимается чем-то, блядь В 30 лет с чем происходит Цитируют Жириновского Жириновского Какие-то там фильмы обсуждают Какие-то фильмы вспоминают Поют песни старые Ой, какой мир у них Вот он, 30-летний скуфский мир, блядь, понимаете Ограниченные люди Нас интересуют Цитаты из Жмурова Цитаты из Тарантино Нас интересуют фильмы Балабанова Доты Эти короли шут Короли шут Все, ребята, нам больше Меня все устраивает Вспоминаем самые смешные выступления Жириновского Которые помним на веку Своем Всякие разные были И вам рассказываем Вот такой вот мир у нас Такой мир, да Я думаю, конечно Немножко вам погрустнее, чем у тебя еще Тоже хороший Без этого не проходило ни дня Шейла была частью нашей семьи Она как будто была нашей второй дочерью Рассказывал Дейв Низ На протяжении шести лет Девочкам удавалось не просто поддерживать общение А стать лучшими подругами, которые понимают друг друга с полуслова И в 2010 году произошло, наверное, одно из самых счастливых событий в жизни заклятых подруг Их мечта сбылась В этом году Шейла переехала с мамой и ее новым мужем Джимом Клендомом Куда? В Моргантаун И что самое невероятное Шейла и Скайлор начали посещать одну школу И мне кажется, они рассылились из-за этого Я тоже так думаю Потому что вот это все пиздец какой-то Вот когда на расстоянии это одно дело А когда каждый день вы видитесь Каждый день это все Да Это может просто, знаете, там взрослеют Конечно, мальчик Мальчик какой-нибудь Ну, естественно И там все пошло-поехало То есть от дружбы было И может и не остаться ни следа Поэтому, конечно, ребята, здесь можно что угодно говорить А вот дружба, да, она может быть такая Что вот, ну, мужская, по крайней мере Ты можешь через два года позвонить и сказать Здорово Что ты как сам, блядь? А ты как ни в чем не баловал Да нормально, а ты еще раз занимаешься Ты всю историю рассказываешь за два года и больше никогда Да нет, слушай, я думаю, что Года через три или через пять Ты можешь просто скинуть какой-нибудь это Отрывок и жмурок Да, да, да Угар Да и просто, знаешь, общаться этими открытками на празднике Кстати, я недавно на себе прочувствовал Как хорошо вообще открытками пользоваться Я так и думаю, так, знаешь, там как бы надо звонить А может быть, знаешь, как бы звонить неудобно сейчас Что-то там может человеку не хочется разговаривать Потом думаю, надо написать большое поздравление, знаешь А большое поздравление это надо еще талантами, знаешь, чтобы типа поздравляю Это от всей души по уху Тух, Тух, ты это говоришь у меня прямо в голове Эй, Скуф Да, да, да А нету, а самый лучший выход это найти красивую добрую открытку Где там какой-нибудь этот самый заяц стоит с дробовиком Ну, чтобы еще подсвечивалось что-то умигало Это вообще круто Чтобы еще шли эти самблестки там с праздником И какой ему смешной стишок В их сплоченный дуэт влилась Рэйчел Шофф Которая выросла в магантах Единственное Видел, 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 да Красивая открытка В дуэт влилась Рэйчел Шофф Которая выросла в Маргантауне Единственная дочь Расти и Паркесе Маргантаун, это типа Разоблеванные штаны и алкаши Марганалы живут Марганал У меня с Марганштерном ассоциация Нет, я вообще даже не подумал про это Нет, я про Маргантаун Шофф Рэйчел со своими длинными огненными волосами И яркой внешностью Мечтала стать актрисой и певицей Выступать на Бродвее Семья Рэйчел Я не готов на полу хуйне Не, ребят Я готов Бродвее Я на полу хуйне Бродвее зовите главную роль Мюзикл кошки С очком бутыл голым и хвостом Прыгать Да таких как ты там И без тебя хватает Ты чего-нибудь такое хуй предложи Девочки самой выбирать для себя путь Давай ей определенную свободу в решении Там и без бюзика Вот так люди ходят Открываешь Че дело Теперь подруг было трое И они всегда и везде были Ой, это всегда такая хуйня Нет, когда трое подруг Это все Это пиздец Это очень плохо Очень плохо Всегда Вообще треугольник Да Будь то любовный Или дружеский Он всегда может закончиться Очень плохо Надо начать четверто искать Я честно скажу Опять посчитают меня Может сексистом каким-то Но я скажу честно Вот я не поддерживаю тезис Что женской дружбы не существует Женщина-женщина Да его никто не поддерживает Мне кажется Не, есть такие люди Которые как бы считают Даже женщины Многие считают Женской дружбы не существует Не, это бред полный Вот я так скажу Я тоже не поддерживаю этот тезис Вот может у женщины быть Ее лучшая подруга Другая женщина Но когда женщин трое Все Тут пизда Это интрига блять Это уже все Это клубочек блять Начинает заворачиваться Ну ладно Змеек блять Вокруг друг друга Ладно еще Ой, а ты видела Что она и сделала Сейчас появится парень и все Конец Ой блять Вот сейчас будет точно Это вообще Это самая жесть будет Знаете, вот я видел только Достоящую искреннюю дружбу Между мужчиной и женщиной Только в Гарри Поттере И то В конце стало женой Понимаете в чем дело Да Такого Это такая вещь очень спорная Может ее не есть А может и нет Три У них прям типичная Американская внешность Я не знаю вот почему Я прям Американ Но Скайлар вскоре стала замечать Что Шейла больше тянется к Рейчел Скайлар ревновала свою лучшую подругу Ей было обидно и непонятно Как после стольких лет близких отношений Шейла вдруг за месяц И нашла себе новую сестру Жееееееееееееееет Что ж произошло то Вот мог ли я мечтать в 16 лет ехать на машине и смеяться Я мог ехать и разве что смеяться Возле окна автобуса До двадцати пяти Блять и потом купить себе Ржавый Volkswagen Вон это я мог Позвольте Это не случилось сразу. Девушка чувствовала, что Шейла от нее отдаляется, а Рэйчел всем своим видом давала понять, что ему лучше вдвоем. У Рэйчел и Шейлы появились свои секретики, тайны и только инвоим понятные темы. Они теперь договаривались между собой, в чем идти в школу. Девушки подбирали одинаковую одежду. Скайлор об этом, соответственно, не оповещали. В Твиттере девушка делилась своими переживаниями. В начале июля 2012 года Скайлор решилась выразить свое недовольство. Она была обижена на подруг и захотела на время ограничить общение с ними, не отвечала на звонки и смс. 5 июля 2012 года Скайлор вернулась домой после смены у Эндис. Поцеловала обоих родителей, пожелала им спокойной ночи и направилась к себе в комнату со словами, что очень устала и хочет лечь спать. Родители услышали, как дверь в спальню их дочери захлопнулась. Скайлор закрыла дверь, ясно давая понять, что сегодняшний вечер она хочет провести наедине с собой. Ну, украли подругу. Ранним утром, 6 июля. Её можно понять. Были у тебя такие? Нет. Такой случай? Нет. Когда с корешем дружой и внезапно третий чел появлялся? Нет, честно говоря, такого не припомню. Ты знаешь, как-то вот у нас это всё было, как-то я бы не сказал, что у нас были вообще лучшие друзья. Как-то вот так вот. У нас просто мы были как бы, ну, друганы, но... Попутчики. Нам особо не было такого, что за руки кто-то ходил, постоянно там друг к другу, блядь, в гости шел. Ничего, блядь, за руки ходили. Вот именно, блядь, такого у нас не было. Мы просто как бы общались все вместе. Я что-то даже не могу сказать. У нас даже никто не говорил такой, лучший мой друг. Кто, блядь, я? Или этот? Не-не, у нас даже как-то вот, знаете, ну, не поворачиваешь, даже так вот сказать язык, что лучший друг, блядь. Ты чё, пидор, блядь, что ли? Да, ты чё такое говоришь, блядь? Лучший друг, блядь. Это что значит вообще? Типа, выебать меня хочешь? Ну, или я не знаю, что именно, но просто как-то вот, ну, были бы мы просто до товарищей хороших, вот и всё. И Дэйв собирались на работу. Родители отметили, что дверь в спальню дочери так и осталась закрытой. Но это их не удивило. Девушка наверняка ещё спала. Мэри и Дэйв вышли из дома, так и не увидев Скайлор. Дэйв, отец Скайлор, около 16 часов вернулся домой после работы. Он сразу бросил взгляд на дверь, ведущую в комнату дочери. Заперта. Он постучал. Тишина. Дэйв открыл дверь с помощью тонкой проволочной вешалки для одежды и зашёл в комнату Скайлор. Кровать была не застелена, а окно приоткрыто. К стене у окна была придвинута маленькая табуретка. Всё выглядело так, будто Скайлор сбежала из дома. Но зачем? Родители отпускали ранее девочку ночевать к подругам и гулять поздними вечерами. Скайлор на звонки не отвечала. Дэйв тут же позвонил жене. Мэри посоветовала набрать Шелли. Родители... Нет, где было бы проблем, если бы жили в девятиэтажке, либо в пятиэтажке. Потому что все первые этажи с клетками, решётки, потому что... Но есть проблемы со вторыми этажами. Никаких. Ну, если на козырёк. Козырёк, да, 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 да. А, нет, хуй, ты на козырёк всё гонёшь. Там же это подъездные окна. Да, там у тебя, если есть выход на балкон, то он через окно, то есть через одну плиту ты не заправнишь, ты умрёшь. Поэтому не надо переживать родителям. Если у вас же чадо вдруг расстроен из-за чего-то, там таблетку поставить и как-нибудь слезть не получится. Никаку не убежать. Всё, вот так вот. Всё продумано было. Деда. Всё. Всё деды продумали. Деды, блядь, вот поражаюсь я, Тоха. Я сам удивляюсь. Деды, блядь, вот эти советские, вот эти детки реально всё продумали на сто лет вперёд. Какие люди были, а? Пизде, ебаные атланты. Вот такие, про них мифы, блядь, было слагать про советских дедов. Легенды, легенды. Вот я ещё вот много раз рассказывал эту историю, поражаюсь, как у меня, у кореша, дед в деревне, делал систему ловушек, когда он уезжал, чтобы не могли воры проникнуть. И свой москвич белый прятал под толчком. Блядь. Как такое вообще возможно? Вот это люди, которые, вот знаешь, это, как сказать, были вот нестандартного мышления, нестандартного мышления. Всё продумали. Очень умные. Ну что их дочь, там, где Шейла. Девушка. Вот реально, вот у вас есть сейчас дедушка, ему лет 80. Вы вообще понимаете, что у вас в доме живёт, блядь, просто человек, вот вы просто к нему подойдите, и пусть он что-то вам расскажет. Я это знал с самого начала, я пытался всё от деда. Всё, что дед мне рассказал, я просто вот вся впитывал, понимаешь? Я теперь всё умею, практически. Стало, что понятия не имеет, где Скайлор. Когда обеспокоенный отец позвонил к дочери на работу и узнал, что девушки там нет, он почувствовал, как его охотно. А вот родители мутные, блядь, все какие-то, вот что, я не хочу спрашивать про их молодость в 90-х годах, просто не хочу знать об этом. Да, да. Там что-то тоже есть, но лучше просто не поднимать эту тему, наверное. Пришлось это всё на тяжёлые годки, когда там, знаешь, всякое бывало. Как-то ты говоришь, там было и было, в сторону, чем дальше-то. Вот они реально... Вот они всегда, вот, 90-е годы, казалось, хоть что-то у родителей спросили, они такие, ну, было время, ну, весёлое, но такое задорное. Слушай, а, слушай, Антон, там, знаешь, всякого бывало. Вот именно какого? Что ты имеешь в виду всякого? Да всякого там бывало, что ты спрашиваешь. Там и там, и ещё убить могли. Это мы знаем, но лучше расскажи конкретно. Антон, сиди, печаль. Скайлор была очень ответственной работницей и без веской причины никогда не опаздывала и не пропускала смену, которая начиналась в 16.00. Дэйв позвонил в 911. Буквально через несколько минут Мэри позвонила взволнованная Шейла со словами «Я должна вам сказать правду о том, что случилось ночью». Так, что такое? И Шейла рассказала Мэри свою историю. 5 июля она и Рейчел уговаривали Скайлор встретиться с ними. После многочисленных сообщений около 11 вечера Скайлор вылезла через окно своей спальни и незаметно покинула дом. Она договорилась с подругами покататься на машине по ночному городу. Шейла не хотела об этом рассказывать вначале, так как во время поездки они выпивали. В 12 часов они высадили Скайлор. Девушка попросила высадить ее чуть дальше от дома, буквально в 100 метрах, чтобы якобы никто ее не услышал, и она смогла бы тихо пробраться назад к себе в комнату. Дом, где жила Скайлор с родителями, находился в типичном спальном жилом квартале американского пригорода, где исправно работают... А так просто нельзя было выйти через дверь? Ну, мне кто бы и не упустил или что? Ну, шумно, типа громко. Я помню, у меня одноклассник позвонил ночью, ну там типа часа 4 утра, и причем это, ну, все дома спят, родители, я тоже и звонил. Ну, у меня телефон в комнате был, ну ты понял, домашний, я его щелкал, алло, и он такой, здорово, Антон, спишь, что делаешь? Я говорю, да спал вообще, он такой ясно. Вообще, подожди, Антоха, Кент, сиди. А я говорю, ты что, в ларек пошел, что ли? Я такой, да, я решил пробежаться, да, я еще думаю, дай я тебе позвоню, спишь, не спишь. У меня просто одноклассник, парень, да, сидел перед компьютером, курить захотелось, попал до суда, надел шапку, куртку, пошел на улицу, в ларек за сигаретами, и позвонил мне домой. Поговорил со мной, ну ладно, Антон, пока, все, я уже домой пришел. Сука, ну да, до завтра. А ты не спал в этот момент? Спал, спал, вообще, просто, я не знаю, телефон. Я думаю, ему страшно просто стало. Скорее всего, он решил с кем-то идти, говорить по телефону. Чтобы тебе там, в случае чего, там, по помощь попросить? Ну, улица Димитрова, конечно. Там и днем подходить, лучше тоже с кем-то говорить. И он вот так вот, понимаешь, я такой, и помню. Кстати, это, знаешь, было уже май. Май был, знаешь, когда уже там, ну, как-то так вот это было довольно тепло. Я помню, что темно. Я вообще посмотрел на улицу, да, действительно, ночь. Я даже не знал, сколько времени, блядь, не понял сначала. Мэри, где после 12 нет ни души, а камеры установлены на каждом жилом доме. Камеры. Полиция вместе с Дэйвом и Мэри начали проверять записи с камер видеонаблюдения. Примерно в пол первого ночи к дому подъехал седан. Цвет по видеозаписи установить было невозможно. Предположительно, серебристый или белый. Затем показалась Скайлор. Видеозапись буквально на несколько секунд поймала девушку, которая пересекла парковку, и села на заднее сидение машины. Больше ни Скайлор, ни машины на записи не было. Видимо, Скайлор после встречи с подругами решила продолжить ночную поездку. Но уже с кем-то другим, с кем никто предположить не мог. Рейчел и Шейла говорили, что не знают, кто это мог быть. Потянулись дни полного неведения. Девушка исчезла. Многие, включая полицию, предположили, что Скайлор с кем-то сбежала. Возможно, с тем, кто смог поддержать ее в такой сложный период и стал для нее близким другом. Мэри уверенно выступала против этой версии. «Если она прячется, она делает это очень хорошо. И зачем? У нее не было причин уходить из дома», говорила женщина. Скайлор не взяла с собой жидкость и контейнер для линз, зарядное устройство для телефона, косметику и туалетные принадлежности. Анализ сотового телефона показал, что тот не использовался с момента исчезновения. Как и ее кредитная карта. Судя по всему, она намеревалась вернуться домой, но не вернулась. Главная зацепка в этом деле была машина на видеозаписи. Похоже, что в Твиттере кто-то увидел ее переживания. И начал на уши. «Ой, я так тебя понимаю, ты такая несчастная». И вот начали раскручивать. Может, они потом в Фейсбук добавили друг к другу. И потом оказалось, что там уже еще какой-то из соседнего штата. То есть, да, я у тебя позрослее. Просто я знаю, в чем тут дело. Я себя хочу поддержать. Хороший повод встретиться. Там целую пипиську. Да я хотел просто объяснить, что так не надо делать. Общаться. Бум, блин. Что ты тут? Да-да-да. Ой, я тебя там разбеду. Ты что? Быстро бежал. Полиция старалась. Услучить качество, убрать шумы. Но установить марку, номер или хотя бы цвет так и не удалось. Слишком большое расстояние и очень плохое освещение. Больше полиция ничего предпринимать не стала. А Дэйв сказал, что просто надо ждать. Родители обратились к прессе, как часто бывает в подобных делах. Мэри и Дэйв выступали с просьбой о помощи в новостях. Статья о пропавшей, а точнее, как считалось, о сбежавшей Скайлор, печатались во многих местных изданиях. Родственники, учащиеся школы, знакомые делали репосты в соцсетях. Направленность сообщений выглядела больше, как обращение к Скайлору. Похоже, родители все же смирились с версией побега. Девушку уговаривали вернуться и обещали помочь ей в любых ее проблемах. Лишь бы Скайлор была дома в безопасности. Какие проблемы, так я не понимаю. Первое время телефоны родителей... Какие проблемы, блядь, были у Скайлорта, блядь? Брат. Молодежные? Этот период, 13-16 лет, он тяжелый. Вот не надо тоже вот так вот смеяться и прочее. Вот они испытывают проблемы. Вот для нас хуйня полная. Вот это сейчас я 30-летний, смеюсь над собой 13-летним, который такой, двойка, мама меня. А я вот в эти 13 лет, я себя так хуёво чувствую. Я думаю, блядь, мне просто пизда. А вот сейчас, конечно, я думаю, блядь, да, ты долбаю, блядь, вообще. А тут еще с друзьями, да, передряга, что они с тобой не хотят. Еще ладно бы, если они просто не хотели бы с тобой разговаривать, такая лучшая подруга. За твоей спиной начала... Там же ебать катастрофа, она же еще не встретила вот такое понимание, что реально вот, ну, друзья, они могут быть-то и непостоянные там. Вы знаешь, бывает, ты с человеком общаешься, вот года два, вот прям общаешься, общаешься, потом резко перестаешь, и все. Вы вообще больше никогда не списываете. Интересы там меняются, ну, ехал куда-нибудь. А для нее это впервые, для нее это все, блядь, предательство, самое главное. Ну, понятно, какие проблемы. ...разрывались от звонков. Каждый из них приносил мимолетное облегчение и надежду. Незнакомые люди из разных штатов утверждали, что видели девушку. Все показания проверялись, и все они не имели никакого отношения к Скайлер. Спустя несколько недель наступила полная тишина. Больше никаких звонков, подогревавших Беру. Семья низ погрузилась в страшную безмолвную неизвестность. После исчезновения Скайлер, Шейла будто осознала все свои ошибки. Прочувствовала, что была не права. Она во всем помогала родителям Скайлер. Звонила им каждый день с предложениями о помощи. Каждый день спрашивала, не узнали ли они что-нибудь. Шейла печатала и расклеивала объявления о пропаже с утра до вечера. Всего через несколько дней после исчезновения она пришла домой к родителям Скайлер и попросила Мэри, чтобы та разрешила ей пройти в комнату дочери. Там она села на кровать и тяжело вздохнула. Мэри увидела, как Шейла была подавлена. Мать обняла девушку и долго ее успокаивала. Шейла вдруг спросила Мэри, почему Скайлер так поступила с ней и с ними? Почему она не может сказать своей лучшей подруге, где она? Рэйчел же наоборот, как будто пыталась выстрелить между собой и пропажей Скайлер глухую стену. Девушка всячески старалась отгородиться. Ей это прекрасно удавалось. Да, неужто они эту хуйню придумали? Как будто бы, да, как будто бы она одна из них, да? Связана с этим похищением. Не могли бы они нанять кого-то. Рэйчел с матерью на следующий день после исчезновения Скайлер. Все нормально, на ватрушках пока. Я хорошо, все хорошо. Очень хорошо. Я хорошо, спасибо. Мои лучшие друзья не пропали. Мои лучшие друзья не пропали. Я не пропал. На следующий день после пропажи Скайлер, Рэйчел с родителями и с друзьями семьи отправилась отдыхать на озеро. А во время активных поисков она не отменила запланированную поездку. Нет, ну слушай. Справедливо все радио. Первый день пропажи. Хуй знает, что там вообще могло быть. Ну а что реально там? Ну не, вот я... Ток, ну один день если человек пропал, ну это конечно... Ну если взрослый человек пропал, блядь, если пропал пьяница дядя Гена с первого этажа, блядь, который, которого ты не видишь ни месяцами, блядь, то тогда, наверное, перезвать не стоит. Придет. С ним ничего не случится вообще. Дядя Гена вестя разберется, блядь, куда его ходить, куда его не ходить. И во сколько ему быть дома, блядь. Особенно после получки, понимаешь? Другое дело... Вот нет, дядя Гена после получки можно не увидеть не только день, и два, и три. Даже бывает и пять дней не увидишь его вообще, блядь, где он находится. А другое дело молодежь. 16 лет. Куда могло вообще? Без денег, без всего. Телефон выключен. Это, ну что может случиться? Что угодно, опасно. Слишком молодо. Это все можно было понять. Скайла и Рэйчел не были так близки. Более того, их можно было даже назвать соперницами. Шейла же вела себя совсем по-другому. В тамблере она выставила пост. Все, чего я хочу, это чтобы моя лучшая подруга вернулась домой. Я скучаю по тебе. И люблю тебя. Дэйв под этими и другими сердечными сообщениями старался успокоить подругу дочери. Лишь 10 сентября 2012 года, через два месяца после исчезновения Скайлор, в дело вмешалась полиция штата Западная Виргиния и ФБР. Такая неторопливость объяснялась тем, что Скайлор сбежала добровольно. Представители закона решили допросить Шейлу и Рэйчел. Они были уверены, что девушки должны знать неизвестного, который увез их подругу среди ночи. Хотя могут сами не догадываться об этом. На допросах девушки вели себя странно. Шейла, которая после исчезновения подруги была на грани срыва, общалась очень эмоционально. На допросе реагировала сухо, была слишком сдержана, отвечала односложно. Договорились. Рэйчел продолжала гнуть свою линию. Эта девушка вела себя так, будто ничего не произошло. Она пыталась изобразить полное спокойствие и отстраненность. Джессика Колбанг, полицейский городка, по очереди допрашивала девушек и отметила следующее. Шейла и Рэйчел отвечали на вопросы одними и теми же словами. Они заучивали ответы, они готовились к допросу. Полиция была убеждена в том, что девушки знают больше, чем говорят. Следователи считали, что Шейла и Рэйчел знают человека, который увез Скайлор. Знают и боятся его. Как же так, они тогда все это скрывают? Ну это же глупо. Ну согласись, типа, я хочу дружить с тобой. А та такая, значит, нужно убрать ту. Это что за гонзи-то, блядь? Давайте сейчас мы ее убьем, что ли, чтобы нам нашей дружбе ничего не помешало. Что-то как-то очень странно выглядит, если честно, я хочу сказать. Как будто бы здесь фигурирует просто человек, у которого был интерес на эту дому, понимаешь? А они типа их интересуют. А они такие, типа, о, как хорошо совпало. А что-то она там постоянно плачется нам. Пусть как бы это... Может, всех троих он как-то изнасиловал. Или всех троих... Или как бы угрожал, что типа расскажет обо всем. Вот это может быть. Полиция ничего не оставалось, как ждать от девушек новой информации. Добывать ее по крупицам. Поэтому Шейла и Рейчел вынуждены были являться на допросы часто и регулярно. Полиция изъяла у девушек их телефоны. Они надеялись установить что-нибудь из их личных переписок. И здесь полицейских ждала новая странность. Подруги обсуждали все и всех. Но ни одного сообщения о Скайлор. Их третья подруга бесследно пропала. Они не знают куда. Неужели они ни разу не обменивались мыслями? Как так вышло? Что могло случиться? Куда из кем оконулась Скайлор? Отсюда следовал вывод. Им незачем это обсуждать. Они это знают. Работа полиции не удовлетворяла родителей. Им казалось, что они тратят время на пустые разговоры с бедными девушками. Не, ну тоже, мне кажется, в таком возрасте, даже если они знают, что с ней случилось, мне кажется, они все равно бы это обсуждали бы. Конечно, конечно. Скорее всего, удалили все обсуждения и все. Либо так, да. Ну они сто процентов замешаны. Они только об этом и говорят, более того. Не, пляш, дело в том, что если бы, будучи, если я вернусь обратно в прошлое и вспомню себя школьником, если бы наш братушка-одноклассник попал, я бы только об этом и говорил, блядь. Я думаю, блядь, где же этот чел? Где он болтается, мать его? Его вообще нету, его нету день в школе, его нету 3-5. Где этот чувак, блядь, куда он ехал вообще? Позвонили бы домой, сходили бы к нему. Мы, кстати, ходили в больницу одному человеку, он многие сломал. Как-то раз. На ногах съезжал, прикинь, с этого самого, с по льду. Меня больше пугает, что у меня были одноклассники, которые учились со мной, типа, в первом, втором и третьем классе, а потом уезжали куда-то, их даже в ВКонтакте не найти. У меня есть такой знакомый тоже, да? Я вот думаю, а чего с ним? В общем, может, он не жив уже давным-давно. Да, жив. Он живее всех, что их сидит, наверное. Не знаю, почти у всех моих одноклассников есть страничка ВКонтакте, их можно вбить и найти, а вот этих нет. Ну, есть люди, которые, знаешь, целесообразно удаляют себя из соцсети, просто хотят же без этого. Может, он темщик? Темщик? Может, у него там камрюха? Тойота Камри, самые ошкудишки, контейнерами возят темщик? Зачем ему? А зачем? Нет, хорошо. А зачем ему общаться с кем-то? С той жизнью? Нет, ну все равно, как бы, ну, с другими одноклассниками. Бля, братан, для меня это странно. Что ты ему напишешь? Здорово, давай сыграть с тобой в танки. Он такой, бля, чел. Ну, посмотрите вообще, что с ним стало. Жив он, не жив. Я тебе говорю, ты его можешь... Может, свечку в храм за упокой поставлю, если узнаешь, что... В любую кальянную зайди и сидит твой братушка там. Если его нету, запомните, если нету человека в ВК, он и искали в кальяны. И он темщик. Делают одно и то же. Ходят вокруг да около. А результатов никаких. Мэри постоянно заступалась за Шейлу, как за свою вторую дочь. Просила полицейских переключиться и делать что-то еще. Оставив Шейлу и Рейчел, которым и так очень тяжело, в покое. Но полиция отступать не собиралась. Следователи решили проверить маршрут трех подруг в ту ночь. И время, когда он совершался. Ночные катания по городу проверить было непросто. Пришлось просматривать сотни и сотни видеозаписей, чтобы вычислить, как двигалась их машина, встречались ли они с кем-нибудь. Установить, куда направилась таинственная машина из видеозаписи, было невозможно. По причине того, напомним, что не был установлен ни цвет, ни номер, ни марка. С машиной подруг было проще. Полиция знала про нее все. Полиция смогла определить, что девушки продолжили... Как будто это Тойота Королла. Вот, я ставлю. Им не хватало в следственной группе тебя, да? Да, по-моему, вот выглядела... Вот та машина, которая сейчас мимо проехала, если это она была, то это была, по-моему, Тойота Королла. Типа 2006 года примерно выпуска. Серебристая. А с завода какого пришла, знаешь? С завода? Ну, не знаю, там два варианта. Либо она сделана была, наверное, в этом самом... Ну, Японии, естественно, что? Где еще-то? Может, еще, может. Была сделана для американского рода. Хотя Шелла и Ричел уверяли, что не покидали границ пригорода. Когда полиция спросила девушек, зачем они туда поехали, и была ли Скайлар с ними, подруги на допросах явно растерялись. Они были к этому вопросу не готовы. И несмотря на полностью идентичные рассказы до этого, тут они выдали совершенно противоположные ответы. Поплыли, все. Шелла ответила, что они просто решили ехать прямо и не заметили, как добрались до Блэксвилла. Естественно, Скайлар, как она и говорила до этого, они уже высадили. Ричел сказала, что совсем забыла про эту поездку. Ничего особенного, просто решили прокатиться, и все. И да, сказала Ричел, Скайлар была с нами. Когда Шелла узнала от тебя. Да, когда ты приходишь домой, знаешь, в первый раз покурил, выпил такой. А, да не чё вы там делали, да не чё вы не делали. Сидели в подъезде, просто разговаривали с ребятами, холодно на улице было. Ладно, я пойду в комнату к себе. Мама. Главное, чтобы ты не жива. Не подходи ко мне, это главное. Руки помою, пойду руки. Ричел рассказала, она явно запаниковала и сказала. О, нет, вы правы. Скайлар была с нами. На самом деле, всё было так. Мы были недалеко от границы между Западной Виргинией и Пенсильванией. И тут Скайлар потребовала остановить машину. Затем она выпрыгнула из машины и побежала в лес. Мы не смогли её найти. История девушек разваливалась. Всё, что они рассказывали. Только один человек. На моей памяти так сделал. Один-единственный человек на моей памяти это сделал. Серёга Адамсон. Это Серёга Адамсон, да. И он не побежал. Адамсон шёл, да. Он просто говорит, я в лес. И вот как шёл, так он и пошёл. И он, кстати, не остановился. А все думали, что он вернётся сейчас. Он пошёл, 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 в лес, лес, лес. Мы что-то там снимаем, снимаем. Типа, Адамсон-то где? Всё такие, ему звонят, не наступят. Мы такие, всё, пора звонить. В МЧ. И он ушёл, там, какие-то километры в голову. Просто шёл, 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 шёл. До этого теперь не имела ничего общего с реальностью. Шейла вела себя очень уверенно. Ну, это ты говоришь к тому, что, как бы, учитывая, что только одного человека такого знаешь, что это пиздёж, да? Это полный пиздёж. Я просто знаю, ну, что никто на тот момент, я не знаю, был ли здравый, но что-то по наитию пошло не так. И он пошёл, понимаете, пошёл, просто в лес, и было всем страшно. Но никто его не стал, потому что кто знает. Нет, лесоопасно, якутские леса же злые. Всякие леса злые. Нет, нет, якутские самые злые. Да? Сами якуты это говорят. А что у них там? Ну, вот говорю, я увидел комментарии, мужик говорит, я якут, ну, в ваши леса питерские спокойно хожу, без проблем. А вот якутские леса я не хожу, там злом каким-то верят. Можно поверить, если честно, если, знаешь, окунаться в фольклор. Короче, я не знаю, смотрят ли нас представители народа Саха, или вот просто люди, которые в Якутске. Вы напишите, что происходит в ваших лесах. Да, что с лесами в Якутске. Полиция решила сыграть на её уверенности, предложив ей пройти тест на полиграфе. Она сейчас, наверное, сразу. Они не прогадали. Девушка согласилась и полностью провалила тест. Вся её история ложь. Ложь на лжи. От уверенности Шейла не осталось и следа. Когда отец повёз Рейчел на прохождении теста в полицейский участок, девушка выпрыгнула из движущейся машины и побежала обратно в сторону дома. Эй, хуя. Рейчел тест так и не прошла. Но такая реакция на саму прохождение была ещё более показательна, чем... Ну да, мне кажется, даже тест не надо проходить. Да если ты выпрыгиваешь из машины, когда тебя спрашивают, что было, Асандр, открывай. Ты что-то не договариваешь, мне кажется. Ты что-то, по-моему, скрываешь, не договариваешься, называй, как... Что-то ты пиздишь. Что же случилось в ту ночь? До сих пор было неизвестно. Правда затерялась в обрывках выдуманных историй. Власти и родители Скайлар были уверены, что девушки знают похитителя и очень его боятся. Именно такой вывод был у полиции на тот момент. Следующий ход полиции был действительно сильным. Они справедливо решили, что для того, чтобы узнать правду, надо оказать на девушек давление. Самое сильное давление для двух социально активных подростков – это, конечно же, давление общественностью. Своего рода травля. Девушкам стали приходить анонимные сообщения о том, что они лгуньи. Кто так сделал? А ты кто их придумал? Полиция? Это копы. Решили потравить девчонок. Коп сидел, знаешь, это супер, знаешь, как там ФБР, там наши отделы такие, и там один чувак, да, какой-нибудь такой, у меня спецзадание на травле заняться. Трави девочек в интернете. Какой-то мы можем. Из нескольких аккаунтов, да, что альтаблс, и там, 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 ну, блядь, конечно, страшные люди вот эти вот здесь спецслужбы. Ну, и когда надо, они, смотри, как могут сделать. Ну, раскололи, естественно. Родители Скайлор поддержали эту идею и выложили на своих страницах недвусмысленное сообщение о том, что подозревали. Надо было написать от имени этого такой, ты чё, тварь, раскололась, что ли? От имени кого? Майкл Джексон? Ну, этого чела, понятно, что они не договаривают, и нужно было написать такой, слышь, ты, идиотка, ты чё, всё рассказал? Коп, меня видел, как ты выходил из участка, блять. У меня там свои люди. Ебать, тоха, голова. Да, она такая, блин, кто это? Он такой, кто, кто, блядь? Что ты знаешь, кто? Подключи башку свою и поймёшь, кто. Значит, слушай, далее, значит, слушай меня внимательно, блядь. Ну, вот тут надо как-то криво так, знаешь, подойти, что знает она, чтобы она подтвердила, что она... Нет, тема нормальная. Ну, не знаю, сколько, наверное, сейчас посмотрим, как они тут отработали. Государственная траура, какие-то милицейская траура. Мы избегали их. Рейчел стала очень нервной. Она срывалась на родителей, часто закрывалась в комнате и плакала от безысходности. 28 декабря 2012 года мать Рейчел позвонила в 911. Да довели, блядь, ребёнка. Я вот уже не понимаю. Алло, милиция. 0-2, там с лейтенантом такой-то, такой-то, что у вас произошло? Мой сын... Он с ума зашел, он не управляет, он мне не движет телефон. Антон, отдай телефон. Сука, заберите. Так что мне сделать? Прислать? Наред полиции. Чтобы мы отобрали у вашего сына телефон. Что вы? Сделайте хоть что-нибудь, просто приедете. А вы его мать? Кто вы вообще? Вы есть та... Так если вы его мать, так вы сами разбирайтесь. Вот уж тебе вот нехуй. Где хуй делать? Это мы как смотрели, один из обидасов тоже вот так вот позвонила. Женщина говорит такая, мне не открывает дверь муж. Он заперся в комнате. Он приходит такой, да-ка, что тут надо просто дверь сломать. Я не сказал, а он там с ружьём. Он такой, а-а-а-а. Сейчас я ввезу в спецназ. Так бы сразу и сказал. А-а-а, а-а-а, а-а-а просто не могу открыть дверь. Он такой, что я просто... Просто выпить дверь, что ли? Ты коса ружьём. ...этирическое учреждение. После лечения она изъявила желание поговорить со следователем. Девушка сказала, что должна рассказать правду. Ебать. Вот сейчас самое интересное. Даскинс, который был одним из следователей по этому делу, ожидал, что Рэйчел расскажет про несчастный случай, передозировку, про что-то подобное. Но не то, что услышал в следующую секунду. Мы зарезали её, сказала Рэйчел. О, Терез. Две лучшие подруги Скайлор планировали её убийство за год. Они долго думали, каким именно способом сделать это. В ночь убийства Рэйчел взяла лопаты из дома своего отца. А Шейла два ножа с маминой кухни. Они также взяли с собой моющие средства, полотенца, отбеливатели, сменную одежду. Хотя на улице... Я не понял, зачем? Я тоже не могу понять. Я не понимаю вообще, зачем нужно было это делать. Только из-за того, чтобы им никто не мешал дружить? Я вот тоже... Так им никто не мешал, блядь. И было просто грустно, что вы её кинули. Это и всё. И всё, да, не надо было... Бля, ещё прикинь, то есть отбеливатели и прочее расчленить, чтобы, да, получается? Да скорее, да не знаю. Ну, просто вот сокрыть следы, понимаешь, убийства. Они супер, супер всё скрытно сделать. Просто это кошмар. Рэйчел и Шейла надели толстовки, чтобы спрятать ножи. Скайлор была обижена на девушек, но после долгих уговоров всё же согласилась провести время с ними. Они даже не общались. Вылезла через окно своей спальни. Машина, которая стояла вдалеке на видеозаписи, и была машина Шейлы. Скайлор села к ним. И только к ним. Никакой другой машины не было. Путаница произошла из-за времени. Встреча с подругами на самом деле состоялась позднее. Машина направилась в соседний штат Пенсильм. Странная хуйня. То есть на камерах была машина, но которая на камерах по-любому, даже если не видно там знаков и что-то, ну, похоже на машину, которая была у них. Типа того. Их опыт такие, типа, да, это не они. Не, не. Не, похоже на их машину. Как они, они? Да, они же смотрели запись от и до. Понимаешь, как бы они такие, вот ещё одна подходит девочкой садится. Ну, это была не она, она была. Как можно было у неё, ну, одежду, да? Ты же знаешь, какой у тебя вряд ли всё сын, у дочки есть одежда. Ты же сам её покупаешь. Нет, не узнали. Шейла вела автомобиль по дороге, с двух сторон окружённой тёмным лесом. Неожиданно она остановилась, сказав, что пора выходить. Место было выбрано не случайно. Родители Шейлы владели землёй в этих местах. Шейла знала, что лес в этом районе глухой и людей здесь нет. Сначала девушки стояли втроём и разговаривали ни о чём. Кромешная темнота. Тишина, которую неожиданно разрывали пугающие крики ночных птиц и скрипы чёрных деревьев. От одной этой обстановки было бы не по себе. Вдруг Шейла и Рэйчел направились к машине якобы за зажигалкой. Отдалившись на небольшое расстояние, они следили за своей жертвой. И как только Скайлор встала к ним спиной, беспокойно оглядываясь в тёмном лесу, Шейла и Рэйчел досчитали до трёх, достали свои ножи и набросились на девушку. Получить несколько ножек ранений, Скайлор ринулась бежать, но Рэйчел быстро настигла её. По некоторым данным, Скайлор было нанесено около 50 ударов ножом. У девушки также было перерезано горло. Во время атаки Скайлор спросила, почему. Власти задали Рэйчел тот же вопрос, на который прозвучал простой ответ. Какой? Она нам не нравилась. Шейла и Рэйчел по плану должны были закопать тело, но каменистая почва... То есть, первые какие-то, представляете, вот сволочи твари. Как вообще такое возможно? Вот мы то ли с тобой, то ли с Юликом обсуждали вот эту хуйню, что, ну, вот едешь ты на машине час, ну, как-то же можно остыть вообще в целом. А, передумать? Ну, да, да, да. Что-то вот такая уверенность, вот мне, причём, понимаешь, меня поражает вот эта ещё уверенность, что ты это сделаешь. Год! Да какая машина, они какие-то... Они год планировали убийство, блядь. Там же сказали, что они целый год друг с другом переписывались, там, я возьму нож, и ты возьми нож, понимаешь? И они ходили в школе, хихикали, а они с ней разговаривали. Просто она нам не нравится, и мы вот планируем что-то. Это пиздец, блядь. Две чокнутых сошлись вот так вот случайным образом. Не-не-не, это ненормально. Это уже даже, это, знаешь, не порыв там какого-то гнева, да, когда там поссорился, сказал обидные слова какие-нибудь, да, и потом едешь такой, думаешь, ну да, все, блядь. Перегнул я палку, тут-то с ножами. Честно, ребят, в этом плане импад, умеем на себя примерять, так сказать, на чужом месте. Вот я представляю себя на их месте. Вот все, мы в лесу с этой подругой. Я говорю, пошли за жигалкой, Антош. Ты такой, пошли. И мы доходим до машины? До машины. Вот мы берем в руки. Антоша говорит, ну че, реже? Я такой, я скажу, тох, что-то мы ебнутое прямо сейчас делаем. Ну, то есть я вот как бы шел до машины бы, я такой, нет, что-то не так, что-то странное. Очень страшно. Зачем мы это делаем, тох? Я не знаю. Зачем нам убивать Ильяка? Непонятно. Давай мы просто пожнем руки. У нас только нас бесит, что ли? Давай просто. Да нормально вам парень. Вернем. Еще чуть-чуть подумаем окончательно. И откажемся от этой идеи, что правда, потому что мы эмпатны. Понимаете? Потому что люди эмпатны. Ну, то есть, вроде как, это не маньячки же какие-то. 16-летние девки. Маньячки. Это маньячки, блядь. Не позволило им это сделать. Тогда они забросали тело травой, камнями и ветками. Грязные, окровавленные, они направились помыться к ручу неподалеку. Затем обтерли себя салфетками. После этого они переоделись, сели в машину и уехали дальше кататься. Как будто ничего не произошло. Кататься поехали. Нет, это кошмар какой-то. Нормальные люди такого не делают. И даже на возраст, знаешь, не сделать скидку о том, что типа 16 лет, не понимал, что делаешь, ты еще слишком молодой. Все, 16 лет, тут те права. Не, ну только слушай, вот опять же, чем ты младше, у тебя же какая-то вот тоже мораль не такая сильная, как вот чем ты стараешься. Нет, я могу поверить в то, что... Ты уже помнишь, как ты в 16 лет угаривал над всеми жесткими прям приколами? Над чем вот сейчас я бы не смеяться не стал. Я и нож не носил с собой, знаешь, там... Ну, такие мысли меня не посещали. Просто-напросто причинить кому-то боль или что-то такое сделать. Не было такого, блядь. Тут, понимаешь, план родился, они его вынашивали. А на что надеялись? На что они надеялись, блядь? Что никогда не найдут? Тем более, что они спрятали тело так-то в лесу его бате, одной из девочек. А если бы их не поймали, вот как с этим грузом вообще жить? Вот те 30 лет, и ты встречаешься с своим соучастником убийства, а вы уже 30 лет, возможно, у вас дети, вы уже замужем, то есть вы уже взрослая женщина или мужчина. Непонятно. И вы встречаетесь вот с этим человеком, вот что ты там пиздить и прочее. И, ну, есть же осознание, типа, блядь, вот мне 30 лет, ему 30 лет, мы оба убийцы. У нас вот за спиной есть такая хуйня. Ну, это должны быть люди ненормальные, понимаешь? Склада ума другого. И от 2013 года Рейчел со следственной группой прибыла в лес, Показали, да, наверное? Где она и Шейла совершили убийство. Все было покрыто снегом, и девушка не смогла найти место, где они спрятали тело. Через неделю тело все же было найдено, а познать его было невозможно. Лишь 13 марта криминалистическая лаборатория официально доказала, что оно принадлежит Скайлер. А многочисленные экспертизы, растянувшиеся на месяцы, подтвердили страшный рассказ Рейчел. Полицию поражало то, что у девушек не было мотива. В дневнике Скайлер было признание, записанное летом 2011 года. Она узнала, что у девушек отношения перетекли в любовные. Однажды она объявила им, что расскажет об этом всем. После этого события Рейчел и Шейла решили избавиться от третьей лишней. Не, ну тогда стало все более понятно. В этом плане, конечно, стало более все ясно. Пока не знали как. Накапливалась ненависть и неприязнь, так как девушки боялись разорвать с ней дружбу, они терпели. 9 июня спустя год Скайлер продолжала напоминать подругам о том, что знает. Хотя это не может объяснить такое хладнокровие и жестокость, но больше полиция так ничего и не нашла, чтобы могло заставить подругу. Да на самом деле может, с моей точки зрения. Что именно? Объяснить хладнокровие и жестокость. Я не, типа, я... Понятное дело, что там убивать и прочее, хвататься за нож, ну я могу понять, почему 16-летние девки, у которых и так, ёпта, гормоны там ебашут, переходные возрасты и все дела, очень ярко отреагировали на то, что другая их подруга шантажирует. Ну теперь хотя бы понять мотив. Причем такой хуйней? Ну да. Друг совершит такое преступление. Признание Шейлы так и не было у полиции. Девушка опровергала все слова. И в то же время она продолжала играть в свою игру. Так, например, когда тело Скайлор было найдено, она написала. Через несколько дней она написала. У Шейлы как будто было раздвоение личности. Двуличие Шейлы потрясло родителей. Никаких слов извинений или оправданий они не хотели слышать. Ноль импатичности. Понимаете, что это? Ноль, блядь. В 2014 году Шейла наконец призналась. Ей было предъявлено обвинение в убийстве первой степени. Она получила пожизненное заключение. Шейла будет иметь право на условно-досрочное освобождение в 2028 году. Не, выпускать нельзя. Рэйчел отбывает 30-летний срок за убийство второй степени. Она получила более мягкий приговор, потому что призналась и даже помогала полиции добыть признание у лучшей подруги, позволив нацепить на себя жучок. Тогда у нее ничего не вышло. Рэйчел будет иметь право на условно-досрочное освобождение в 2023 году. Рэйчел и Шейла находятся в заключении в Центральном исправительном учреждении штата Западная Колумбина. В 46 лет выйдет она из них. Ебан, какая-то такая ебнутая история, честно сказать. Просто ебанутая. Ну это слушаем, значит, что чем все кончилось. Там, конечно, трагедия родителей. И села в машину добровольно, местная полиция классифицировала ее как беглянку. И в первые часы ее исчезновения было сделано не так уж много. Полиции потребовалось целых два месяца, чтобы добраться до дела Скайлор. После случая со Скайлор в штате Западная Виргиния был принят законопроект, получивший название «Закон Скайлор». Он направлен на обеспечение того, чтобы каждый ребенок в возрасте до 17 лет, независимо от обстоятельств исчезновения, считался пропавшим без вести и имел право на получение самой высокой янтарной тревоги, которая заставляет действовать сразу. Расценить случившееся неправильно очень легко и ребенка уже не спасти. Мэри и Дэйв Нис, родители Скайлор, продолжают делиться своей историей с разными изданиями и телеканалами в надежде, что закон Скайлор распространится и на другие штаты. Да. Да, нет, кошмар, конечно. Родители понять можно и одновременно тяжело, потому что мы в такой ситуации не были и дай бог не окажемся никогда. Это кошмар, конечно. Да, вот на ровном месте все-таки для меня лично, для меня лично, если честно вам скажу, это на ровном месте какая-то вообще мокруха, которая была не нужна. Кому она что-то могла рассказать, блядь? Нет, чувак, справедливости, опять же, справедливости ради тоже нужно вот эту хуйню отметить, что их я могу понять. Ну, вот после вот этой хуйни я могу их понять, чувак. Ну, тебе-то тоже. Я не говорю, что я их не... Они получили свое наказание, заслуженное вполне себе. Честно говоря, а я вот, честно говоря, все-таки не могу. Честно говоря, все-таки не могу понять. Ну, блядь, чувак, ну, прикинь, каждый день. Естественно, у тебя, блядь, башня поедет. А тебе еще 16 лет, ты вообще с этим никогда не сталкивался. Шантаж, дело, конечно, сложное, да, правильных там какого-то, какой-то формулы, как из этого шантажа выйти нету. Но мне кажется, что здесь... Вот мы смотрели с тобой ролик, и не знаю, вышел он тебе на канале или нет. Выйдет совсем скоро. Скоро выйдет. Вот у Антона ролик, может, уже вышел, когда этот вышел. Про девочку, которую тоже мужик шантажировал, и там просто довели, блядь, это была дешевая попытка принудить их в дружбу. Это тебе как взрослому понятно. А им-то нет. Ты вот на место их себя поставь. А почему она не могла сказать, что это все неправда? Она фуфлу гонит, блядь, вообще. Потому что ты, вот опять же, ты вот с какими-то вещами встречаешься, вот в каком-то... Ой, не знаю. В 30-летнем возрасте ты реагируешь потом, потому что у тебя есть опыт, ты уже сталкиваешься с этим, ты это проживал. Ну да. А у них никакого опыта нет. Никакого. По факту их, блядь, шантажируют. Своя же подруга. Своя же подруга, которая, типа, расскажет, что вы лесбиян. И это еще, понимаешь, не совсем стандартная любовь. То есть это не то, что вот как бы в рамках вот всего, там, наверное, там мальчик, девочка и прочее. Все равно же там, блядь, вся школа будет пальцем тыкать, смеяться, показывать. Да, да. Так что, блядь, тут ситуация, конечно, неоднозначная и страшная просто пиздец. Но все равно. Ребята, какой-то вывод, да, нужно делать. Значит, ребята, по жизненному опыту вам рассказываю. Вы в течение своей жизни столкнетесь с людьми, с которыми вы будете очень хорошо дружить. У вас будут самые лучшие разговоры на свете. Вы будете общаться на самые интересные темы. Невероятно пиздатое общение. Совершенно правильно. И в один момент резко вот такой кореш просто пропадает из вашей жизни. Он ничего не пишет, не звонит, будто вы вообще не дружили. И вам от этого грустно, вам от этого печально. А может, я перебью, а может впечатление сложится, что этому челу наоборот все по уху и по кайфу. Ну, то есть, ты смотришь на него, да, он не испытывает никаких проблем, только у тебя одного. И ты думаешь, меня швырнули, кинули, да? Да. Я что, оказался кем-то, да, кем-то не таким, что ли, со мной разговаривать не надо? Единственное, что хочу вам сказать по этому поводу, в жизни действительно так случается. Да. Не нужно из этого делать трагедию, не нужно из этого как-то пытаться все вернуть. Не нужно. Идите дальше своей дорогой. Этот человек был вашим попутчиком на протяжении какого-то времени. Вы общались, что-то узнали от него, он узнал что-то от вас. Идите дальше с этими знаниями, ищите новых товарищей. Вы все равно рано или поздно встретите человека, с которым будете общаться всю жизнь. Может ли не встретить, кто его знает? Это вообще русская рулетка. Но в любом случае переживать не стоит. На этом все. Кузьма Грин, Тоха Власов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ребята, spbtusa.ru Мерч импад. Хит новинка. Покупайте обязательно по ссылочке в описании. Мерч шизик. У пацанов X-Ray вышел еще мерч с их рентгенами. Тоже покупайте обязательно. Всем спасибо, ребята. Всем пока. Все доброе, дорогие друзья. До свидания.